В Брестской области проживает 1 миллион 400 тысяч человек. Из них немалый процент детей живет в семьях, находящихся в социально опасном положении. Цифра действительно пугающая. Вина в том, что дети в опасности лежат исключительно на их родителях. Немногие из таких семей стремятся встать на путь исправления, но, конечно, есть и исключения. Так, сотрудники Управления внутренних дел, посещая первую семью в списке, впали в замешательство. Уютная квартира с хорошим ремонтом, ухоженная мать и трое прекрасных деток. Вопрос, почему тогда эта семья находится в социально опасном положении? Ответ, предсказуем, все дело в отце. В социально опасном положении, да? Мужа в дам, да? С блог-требил спиртными напитками, да? На сегодняшний день вопросов нет? Я имею в виду, вы сама воспитываете, все у вас получается. Детки у вас ходят в садик, в школу? В школу ходит старший, эти два дома со мной. Угу, востроят деток, да? Да. Вторая семья, проживающая по улице Рябиновая, вызвала у сотрудников ЭДН больше вопросов, чем ответов. С одной стороны, квартира выглядит ухоженно, дети одеты, пахнет едой. С другой, чувствовалось какое-то напряжение, будто что-то не так. Причина, почему семья состоит на учете, как социально опасная задолженность за квартиру. Мать одна воспитывает четверых детей. Муж бросил ее практически сразу после рождения последнего ребенка. И все долги оставил на жену. К слову, супруг ушел недалеко, в соседнюю дверь по лестничной площадке. Ну, он ушел к соседке. В 22-ю квартиру. И живет. С детьми не общается. Ну, а вам как? Я уже привыкла. Уже усмирилась. Год. Год. А скажите, хоть с Новым годом поздравил? Поздравил. Подводя итоги рейдового мероприятия, можно прийти к выводу, что из тех семей, которые посетили сотрудники ЕДН, практически во всех вина, по которой ячейка общества попала на учет, лежит на мужчинах. Что говорит о том, что многие представители сильного пола забывают о своей роли, когда встают перед ответственностью. Уважаемые родители, очередной раз хочется напомнить вам, что плохих детей не бывает. Бывают невнимательные взрослые. Помните, дети – это наше будущее. Их правильное воспитание является залогом развития государства. В рамках рейда правоохранители оценивали условия, в которых проживают дети, проводили профилактические беседы. А для своих маленьких подопечных они подготовили небольшие подарки. Пусть маленькие, но такой приятный сладкий сюрприз станет хорошим источником эмоций и настроения. Александр Богданович, Андрей Щерб, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.